Привет! Хотел рассказать про такую игру, называется Кракеноль, что-то среднее между Чайпаевым и Настельным Керлингом. Тема простая, здесь поле круглое с расчерченными кругами и тут 8 штырьков. Стоит из четырех зон и, соответственно, играют такими фишками. Разные, белые, черные и зеленые, красные. Играют с щелчками и задача такая. Есть какие-то фишки. Твои противника и те надо своими выбить чужие с поля. У каждого дается вначале по 12 фишек. Таких, чем-то как шашки, они симметричные. И чем больше твоих осталось в конце, тем лучше, больше очков. Чем ближе они к центру, тем тоже больше очков. Соответственно, там есть несколько тонкостей. Я сейчас расскажу. Играется очень просто. По очереди удары. Каждый по 12 фишек. Кто-то один начал. Когда поле пустое. Если вылетает, не считается. Все, что в поле считается. Когда бьешь, надо ставить на внешнем кругу. Соответственно, у каждого еще есть свой квадрант. Значит, с чем начал, ты все свои удары должен начинать из этого поля. Соответственно, противник начинает с этого поля и должен бить по чужим фишкам. Если чужих фишек нет, можно ударить куда угодно. Но тут еще плюс, что стараются делать. В центре есть дырочка, куда они могут упасть. И все, даются разные очки. Если она упала в фишечка, и ты там не потерял удар или что-то, это 20 очков. Если в конце игры осталось внутри этого центрального круга, так как-нибудь, это 15 очков. В этот круг побольше 10, 5, все, 0. Если на линию заходит, это, я считаю, принадлежит к этому кругу. Если это к этому. Если эта фишка попала сюда, ее снимают. Если она попала сюда, ее тоже вынимают и кладут там в сторонку. Или в специальную такую вазочку. И это 20 баллов. И обычно в начале игры устанавливается, типа, до 100 или до 50, там играется. То есть, сыграли, кто-то набрал, предположим, кончилась игра вот так. Да? То есть, окей, это вот 10, 10 и 5. Это 25, это 15. Значит, у одного на 10 больше, значит, у одного плюс 10. И вот так, следующая игра там. Кто-то набрал 15, там 10, 15. Так, пока кто там 100 не наберет. Ну, так кончается игра. Если там есть чужие фишки, ты должен бить по ним. Но если ты в них не попал. То есть, ты вот так хотел и не попал, то снимаешь там. Кто снимается? Не попал. Если ты не просто не попал, а попал по своей, то снимаются обе твои. Которые ты задел. Но если там вылетел, то все. Удар следующий. Он должен бить опять по твоим. И вот так пока все фишки не кончились. Там дальше играется. Очень азартно. Соответственно, я пару дней назад попробовал. Ну, мне очень нравится. Как бы, очень рекомендую. Делают их, как я понимаю, в Канаде. Но это... А, еще, значит, смотрите. Когда вы начинаете, каждый там снимаете с поля фишки, они стоят за полем. Потому что все, что внутри бортика, это куда вылетает. Таким образом легче определить, какие фишки участвовали игре, какие нет. Вот. И, соответственно, если отскочил от борта обратно, она считается. Если вылетел за поле, все не считается. Ну, в общем, так вот. Очень рекомендую.